Делай раз, делай два, делай три! А так веселее! Больше жизни, друзья! Нам скучать здесь нельзя! Физкульт-привет! Я Даша Герасимова, победитель муниципельства Европы по вольной борьбе. Сегодня я представляю тележурнал о новгородском спорте и физической культуре. Эй, эй, эй! Торжественное открытие соревнований, к слову, одних от самых массовых в Новгороде на таком уровне. Порядка 350 участников. Это ведь даже не городские старты, а внутренние между собой воспитанников оздоровительных детских групп плавательного бассейна Новгородского областного дворца спорта. На данный момент ее регулярно посещают тысячи пловцов-любителей разных возрастов, от грудничков до пенсионеров. Со взрослым это получается 3-3,5 тысячи человек уже. А вообще отдельные детей 1200-1500 человек. Вот это вот возраст. Мы говорим именно от 7 до 17 лет. Но мы здесь отобрали. Желающих-то еще могло быть больше. Но мы тоже понимаем, должен отбор быть уже все. Но самое главное, я считаю, это участие в этом соревновании. Традиционно на этих соревнованиях болельщиков едва ли не больше, чем самих участников. Особенно в первом потоке, когда на дорожке выходят самые юные воспитанники дворца спорта. Многие из них только в этом учебном году здесь, в бассейне, научились плавать. Но уже стараются бороться за победу на глазах у своих родителей, бабушек и дедушек. Да, вообще не умела. На озере бархаталась у меня в руках, а так нет. Профессионально никогда не занималась и не умела плавать. Перед тем, как прийти сюда. Научилась здесь. Да, научилась быстро, в течение месяца. А вот следующий чемпион вот тоже достиг. Тоже пойдет в бассейн? А он уже плавает, он уже мастер спорта по плаванию. Уже. По грудничкову, правда. Болею за двух дочерей. Третий подрастает, скорее всего, тоже будет заниматься плаванием. Пробовала уже? Да, уже ходит вместе с мамой в подготовительной группе. Естественно, уже ныряем. Ну, я дочери сказала, не главное победа, главное участие. Чтоб она не шибко волновалась, что проиграет, чтоб не расстраивалась. Основная цель – это, конечно, пропаганда здорового образа жизни. То есть популяризация, как вы до спорта, плавание, уже все. Привлечь детей как можно большое количество, уже все. Вот основное направление. И, соответственно, выполнение массовых разрядов. Для победителей и призеров подготовлены награды, кубки, медали, грамоты и подарки. Кто-то сможет выполнить свой самый первый, самый низший юношеский разряд. А лучшие смогут сдать на второй взрослый. Для данного уровня это предел. Но некоторые воспитанники оздоровительных групп принимают участие в более серьезных турнирах и даже выполняют норматив кандидатов мастера спорта. Я думаю, что в следующем году мы будем приглашать уже. Уже есть к нам в Санкт-Петербург, мы уже с Ленинградской области, Чудово, Пистово, Валдаю. Вот эти хотя бы немножко. Эти соревнования для ребятишек что-то типа годовых экзаменов. Возможность проявить себя и наметить ориентиры на следующий сезон. Продолжать усердно тренироваться, улучшать результаты. А главное – не пропускать занятия в бассейне, которые самым лучшим образом влияют на их физическое развитие. Плавание – это общее развитие, правильно? Общее физическое развитие. Мы решили родителям, что так должно быть. Но дочь ни в коем случае не отказывалась, ей тоже нравится. Она с удовольствием купается, а научиться плавать – это же здорово, правда? Все виды хороши, конечно, нельзя здесь делать на кого-то, но плавание он особо относится, потому что это вид, который практически все группы мышц работает уже. Могу даже пример привести такой. Когда погружаюсь в бассейн, 70 килограмм мой, значит, парень весит 3 килограмма. Даже в плавании есть некоторые противопоказания, но они большая редкость. В целом это действительно очень хороший вид спорта, тем более для растущего организма. Нагрузки на суставы и позвоночник нет, а мышцы работают на полную мощность. Энергозатраты очень большие. Да и дети в большинстве своем воду любят и на тренировки ходят с удовольствием. Финишный створ в Кремлевском парке неподалеку от моста Александра Невского. Великий Новгород впервые принимает чемпионат России по спортивному ориентированию в спринтерской программе. Вообще-то мы больше привыкли видеть лучших ориентировщиков страны на Валдайских горах, где традиционно проходит этап Кубка России. Но сейчас соревнования по особому виду, которые проводятся в городах, ближе к болельщикам, в отличие от диколесной классики. Вот эта дисциплина парковая, городская, она более доступна для людей. То есть, ну вот, ну кто-то не нравится ему так по лесам там клещей кормить, там еще что-то, комаров. Многим может не нравиться. Вот. А вот эта более доступна. И сейчас она во всем мире прибытает достаточно большую популярность, парковая дисциплина. И, соответственно, они становятся очень престижными. Выбор пути здесь в основном присутствует. Вот. Потому что нельзя наступить на газоны, которые в карте обозначены запрещенными. Иначе ты будешь дисквалифицирован. То есть, ты должен внимательно смотреть, чтобы не наступить, там преодолеть запрещенные препятствия. Есть оливки, запрещенные знаки у нас, которые, если мы преодолеваем, и судья увидел, то у нас это дисквалификация. По городу надо было очень быстро, как бы мыслить квадратно, чтобы варианты были как можно проще, не думать о них. По лесу все-таки темп идет немножечко поменьше, ну, помедленнее. То есть, можно выбрать, как бы, вариант, там, более простой, более сложный, но более выигрышный. То есть, он будет выгоднее. Здесь первый вариант попавшийся, по нему и беги, иначе проиграешь. И для зрителей приятно, и просто ветки по лицу не бьют. Болот поменьше. Хотя сегодня тоже обещают, по-моему. Через ров, наверное, будем перебегать. Ну, очень интересно. Я, конечно, сама из Новгорода, поэтому здесь уже в Кремле очень часто тренируемся. Но вот в самом Кремле первый раз бегали. Очень интересно. Первыми на старт вышли женщины, и в данный момент они завершают проходить дистанцию. Так как начинали, согласно рейтингу, от слабейших к сильнейшим, лидеры забега постоянно меняются. Большинство спортсменов уже успели пройти в новом сезоне серьезные соревнования. Но для некоторых это первый старт. Тяжеловато входить в сезон, начинается спринтовка. По лесу так попроще немножко бегать. Нет такой прыти, активности, большого выброса энергии. Себя дома хотелось бы выступить чуть получше, но, может, физическая сила не позволила сегодня. Пока не готова еще? Ну, немножко приболела, поэтому такой немножко не очень был сцен. Но технически справилась, я считаю, хорошо. Я хорошо прошла дистанцию, уверена, понравилась. Думала, будет очень много туристов. Ну, нет, их было нормальное количество, и они не представляли собой препятствий для нас. Хотелось бы лучше, ошиблась на одном пункте, не увидела вторую арку, и в итоге пришлось убегать дом вокруг. В первом виде программы две представительницы сборной Новгородской области, Татьяна Рябкина и Анастасия Рудная, завоевали, соответственно, серебро и бронзу. Катя Никитина стала четвертой, а ее заловка Аня осталась далеко за чертой призеров. Вообще, в спортивном ориентировании династия не такая уж и редкость. Мне 20, я занимаюсь уже лет 15 этим спортом. У нас это как бы семейный вид спорта, начиная с дедушки, и уже вот мой племянник уже тоже бегает по лесу, ему два с половиной года. Женщины еще завершали соревнования, а в стартовом створе, практически под мостом Александра Невского, уже выходили на дистанцию мужчины. У них она чуть подлиннее. В ожидании, в своей очереди, спортсмены интенсивно разминались. Но лучший российский спринтер, представитель сборной Новгородской области Андрей Храмов, не спешил к ним присоединяться. Времени более чем достаточно. Ему до старта еще почти час. Торопиться некуда. Лучше посмотреть, какую тактику на первых метрах выберут конкуренты. Ведь уже здесь есть несколько различных вариантов. Некоторые, допустим, есть, быстро бегут, но у них там с ориентированием проблемы. Призовые места не занимают. А, допустим, просто в беге они все время лидеры, им там приятнее все время бегать. Как бы, ну, у некоторых, допустим, скорости большой нет, но они могут меньше ошибаться. Андрей Храмов ожидаемо выиграл свой забег. Еще одну золотую медаль нашей области принесла эстафетная команда в составе Ивана и Екатерины Никитинах, Сергея Дедкова и Татьяны Рябкиной. Все это известные спортсмены, имена которых на слуху уже много лет. Новая молодежь, само собой, есть. Очень довольно-таки перспективные ребята. Они неплохо выступили сейчас на оперенстве России во Владимире. Как бы говоря, ну, перспектива есть. Не только там какие-то все. Да ветераны, по-моему, одни. Не-не-не, новые ребята есть много. Есть подвигать кого-то. А у вас вот в вторую гвардию чуть-чуть. Не, ну, элиту, конечно, может еще тяжеловато. Но, ну, вырастут в скором времени, через лет пять. К слову, из всех новгородских призеров и чемпионов местная воспитанница только одна. Катя Никитина в девичестве Попович. Но сейчас и у нас подрастает перспективная молодежь. И этот чемпионат также способствует росту юных новгородских ориентировщиков. Вот этот чемпионат делали огромный массив карт создали. То есть, вот, федерация сделала при поддержке департамента практически всю торговую сторону. Вот, очень хорошими картами, на которых будут сейчас проводиться соревнования. Вот, что позволит улучшить, естественно, тренировочный процесс нашей любимой спортивной школы Олимп и нашего отделения ориентирования. Вот, поэтому это все в цену будет способствовать росту квалификации наших ребят. Вот, например, Копаров Кирилл, как бы новгородский спортсмен, он только что на пятницу в России в Москве, вот, вот, только-только перешел в 16-ю группу, он занял четвертое место. То есть, это уже проиграл в финише практически, две секунды проиграл в финишном створе, а так было бы третьим. То есть, поэтому сборная команда, вот, смешанная эстафета наша, тоже заняла пятое место. Как бы, если, в принципе, предположить, что это было порядка, там, 35 команд, то я думаю, что это уже вполне неплохо. То есть, если раньше, теперь так смотришь, Санкт-Петербург, Москва, Ленобласть, ну, там, допустим, Воронеж и Нога. То есть, это тоже хорошо и приятно. Финальные бои Кубка Александра Невского. В прошлом – мастерского турнира класса А, а сегодня просто открыты региональные соревнования среди юношей всех возрастов. В этом году в нем приняли участие 60 с лишним спортсменов из Новгородской, Псковской и Ленинградской областей, а также Донецкой Народной Республики. Не все команды подтвердились, накануне отказались, так было по большим участникам. Ну, было, мы так рассчитывали, человек на 80 участников, не меньше. Там с Карелией должны были приехать, с Твери и с Вологодской области. Ну, там, в Вологодской области, там, зональные у них соревнования, как раз в эти же сроки проходят, чемпионат Северо-Запада, поэтому не получилось приехать. Ну, и наши немножко области, ребята, подвели чуть-чуть, так скажем. Ну, все, ведь кризис не только в стране, скажем так, в спорте тоже, финансирование, недофинансирование. И не все могут там приехать. А как раз сейчас май месяц, масса всяких соревнований. То есть сейчас, в данный момент, параллельно с нашим проводится чемпионат Северо-Западного федерального округа по взрослым в Череповце. Параллельно проводится в Тверской области такой же турнир юношки, как у нас. Ну, и люди едут туда, где поближе, скажем так. Ну, турнир, конечно, неплохой, но печально, что мало приехало соперников. Так как тут соревнования рассчитаны на юноши 2001-2000, а данные люди сдают экзамены, готовятся. В принципе, большинство соперников из соседних регионов встречаются довольно часто и хорошо знают друг друга. Исключение четыре юных бойца с Донбасса, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и все стали победителями в своих весовых категориях. В такое тяжелое время идут в спортзал, конечно, потому что хоть какое-то отвлечение от, ну, увлечение, правильно, в спортзал. Это замечательно, чтобы не ходили, не ходили, не шатались после, ну, по улицам. Идут в спортзал и результат дают. Приехали с ДНР, дети войны. Для них сюда поездка это, скажем так, как отдушина такая. До сих пор еще у них там летают снаряды, поэтому пусть они здесь выигрывают. Мы были на Валуево, на турнире, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. И мы стали чемпионами. И к нам подошел Юрий Александрович и пригласил на этот турнир. С удовольствием. И организация замечательная. Условия проведения просто великолепные. Так что мы благодарны этим людям, которые живут этим видом спорта, которые делают все для этого вида спорта. Зал замечательный. Здесь проводить всероссийские зональные соревнования вообще лучше не придумаешь. И с размещением у нас проблем нет. И проведение отличное. И достопримечательность хорошая. Поэтому люди, вот гости приезжают, вообще довольны, остаются. Для новгородских спортсменов и тренеров этот турнир как подведение итогов очередного сезона. Перед началом летних каникул. Результаты, в принципе, радуют. На первенстве округа во всех возрастных группах среди победителей и призеров есть новгородцы. На первенстве России медалей пока нет. Но там конкуренция очень серьезная. В этом году сложнее. Ребята растут. Причем опыта больше набираются. Для того, чтобы там действительно на России заиграться, нужно чаще ездить. И быть на сборах. А из-за, скажем так, все равно из-за малого финансирования, ну, не совсем так позволительно. То есть не хватает, в принципе. Ну, конечно, конечно. То есть финансирование большую роль играет. Потому что на Россию, когда приезжают, там, с многих регионов, допустим, как Южный федеральный округ, там, Сибирский федеральный округ, там, ребята приезжают настолько обкатанные, что там с ними конкурировать сложно. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Занимайтесь спортом и приводите секции своих детей. Физпульт. Ура! Занимайтесь спортом и приводите секции своих детей. Занимайтесь спортом и приводите секции своих детей.